Приговоры на Российскую Федерацию 31 марта 2023 года в городе Саратов, судья Кировского мастерства в городе Саратов Стефанов, предстоит помощник судьи Ковалевой, с участием в государстве принятия прокурора Кадайского района города Саратов в активе, прокурор отдела прокурора Саратовского области в городе Веркина, Питер, Першу, Чугунову, подсудимого Гридарова, двух защитников адвоката Морозова, адвоката Базики, подсудимого Вартанова, его защитников адвоката Штодов, адвоката Писакиной. Субтитры предоставлены судьбой, 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 судьбой. Бригару Е.Викторовичу по предъяснению в совершении преступления предиснованный часть 6 ст. 290 УК РФ, признать невинного ним дал across paragraph 228, признать за «Бригару нам соответствие с пунктом 1 часть 2 и части 1 ст. 3 ГГО sa приготовление право на реалитацию, а также право на возмещение имущественного, морального вреда». Вартанова Олега Шайеновича по предъявленному обвинению в совершении преступления признать за Вартанова в соответствии с пунктом 1, частью 2, частью 1, частью 1, частью 3, уголовного пациента в Российской области права на реабилитацию, а также право на возблечение имущества морального вреда. Признать приговору Андрея Викторовича виновному в совершении преступления предусмотреть частью 4, статьи 159, уголовного пациента в Российской области и назначить на наказание в виде лишения свободного срока на 5 лет с отбыванием наказания с проектной колонией общего режима, состаршенном в мере 200 тысяч рублей. На основании части 3, статьи 47, уголовного пациента в Российской области решить приговору право занимать должность, связанную с учебным пациентом представителями властей, организационно-воспределительными и административно-хозяйственными функциями государственного органа и корпоративного управления сроком на 2 года. На основании статьи 48, уголовного пациента в Российской области решить приговору право властного чина, прокуратура Российской области и старшей советской юстиции. Назначенный приговору Андреевича на дополнительное наказание или штраф по размеру 200 тысяч рублей исполнить самостоятельность. В соответствии с частью 1, статьи 31, уголовного пациента в России за честь срока отбывания наказания в риме содержания приговоров под стражей 31.12.2020 года с 15.01.2021 года по 16.01.2021 года из расчета 1 кг. собрания под стражей за полтора дней отбывания наказания за честь срока отбывания наказания в речи снижения приговоров под домашним арестом с 31-12-2020 года по 14-01-2021 года и с 15-11-2021 года по 31-03-2023 года включительно за расчет 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания снижения приговоров общего режима. Меры пресечения приговора в речи домашнего ареста в выступлении приговоров законную силу отставить применить на меру профессионального принуждения в виде обязательства оярки. В соответствии с положением части 1 статьи 82 главного код с Российской Федерацией отсрочить приговору в реальное отбывание наказания в решении свободного на 45 лет до достижения его ребенком приговору, рожденному 27 апреля 2010 года число следует отставить до 27 апреля 2024 года. Контроль за поведением ослуженного приговора в отношении которого в обывании наказания срочно вложить на область федеральной службы исполнения наказания, в решении контроль за поведением ослуженного. У нас 3 дня на изготовление податкового судебного седания. У вас трое судов. Представление подать податковое изготовление как с письменной и таковым как саду, как саду, как саду, как саду, как саду, и трое судов на даче замечаемых, знаете, вопросов. Вопросы? Все, сейчас срок мы поднимемся, на вопрос не будем. Все, спасибо. С приговором суда я согласен полностью в части моего оправдания в связи с моей непричастностью, в связи с отсутствием события преступления в моих действиях по обвинению меня в 290 части 6, в эпизоде, связанной с передачей якобы мне взятки господином Шулейкиным. В остальной части переговор считаю незаконным. Мало того, что, ну, ну, как можно? В 159-й, 4-й часть, вы все слышали, среди массовой информации, даже обращая внимание на то, что ущерб по результатам экспертизы, проведенной в суде, составляет 47 тысяч рублей. 47 тысяч рублей. Я так предполагаю, что за основу взяли первую экспертизу, которая была проведена на следствии. Все мы знаем, что данное экспертное заключение касалось объекта недвижимости жилого дома. Какой коттедж? Какой коттедж? Ну, смешно там. Сруб недостроенный, невведенный в эксплуатацию, без земельного участка, признанный самовольным объектом, подлежащим сносу, как самовольный объект, не имеющий цены и стоимости на рынке. Возможности его оценить можно было только как строительные материалы. Но все же закон, он всем дает свои определения, формулировки. Даже если, с учетом того, что кто-то усматривает в моих действиях состав преступления и по 159-й статье уголовного образа Российской Федерации, ну, речь в данном случае может идти только о 47 тысячах, да, Андрей Алексеевич? Конечно. Это в случае осуждения. В случае осуждения, да. Мы не признаем вину последовательную. И пять лет лишения свободы за что? За 47 тысяч, за вязанку дров? Лишить звания старшего советника юстиции всех? Ну, конечно же, для меня это большая трагедия, трагедия для всех моих родных и близких. Я еще раз подчеркивал, всегда подчеркиваю и настаиваю на том, что я не совершал преступления ни в отношении Чугунова, ни в отношении Шулейкина, ни в отношении Григорьева. Об этом деле тоже говорили. И уголовное преследование в отношении Григорьева, по заявлению Григорьева в отношении меня было прекращено еще в сентябре 21-го года, на статус следствия, в связи с тем, что он меня оговорил, нет состава, события преступления нет в моих действиях. Вот сегодня, я говорю еще раз, суд подтвердил, что события в том эпизоде, в главном эпизоде, по которому меня задержали перед Новым годом, по которому в отношении меня пытались избрать меру пресечения, суд разобрался в этом эпизоде, я считаю, полностью. Еще раз подчеркиваю, в связи с отсутствием какого-либо события преступления в моих действиях. Любите обжаловаться? В части, да. В части второго эпизода, да. В части по заявлению Чугунова. Вы же понимаете, и мы об этом говорили в премиях, на сегодняшний момент идет оценка показаний лиц. Да, то есть слова Чугунова против слов моих. Одинаковые эпизоды по факту. Получается, что Чугунов Алексей Дмитриевич, ранее товарищ, семейный наш. Ну, как мы выяснили, там, неоднократно судимый, да. Получается, его словам мы доверяем и верим больше, чем слова, ну, хоть и бывшего, но прокурора, отработавшего 20 лет вместе со своими коллегами. Ну, ничего. Мы будем стараться, мы будем, да, все силы приложим к тому, чтобы доказать мою полную невиновность. Я прошу прощения. Извините, пожалуйста, в этой ситуации с вашим братом еще, которого недавно оправдали, вы взаимосвязь какую-то посмотрите? Ну, я считаю, что она очевидна. Да, да, вы это... Да. Вы знаете, какое-то совпадение, да, совпадение случается, да, и можно думать об этом или не думать, бывают ли они, но действительно два брата оправданы. Только один в части, один полностью. Насколько мы про первый брат, мы с Денисом Александровым не участвовали в том деле, не знаем этот средств массовой информации. Здесь хочется обратить внимание, что вот сейчас состоялся приговор, а с момента задержания Андрея Викторовича, которое случилось 30 декабря 2020 года, прошло 28 месяцев. То есть 28 месяцев потребовалось нашему доверителю и защитникам на то, чтобы доказать его невиновность по основному эпизоду, по самому тяжкому, по преступлению, там всяческой категории особой тяжести. По, естественно, по мошенничеству мы будем продолжать борьбу, будем продолжать обжаловать. У нас есть 15 суток сейчас, чтобы изучить приговор и подать апелляционную жалобу. Мы будем это продолжать. А все совпадения это тяжело оценивать, по крайней мере, с точки зрения квалифицированного юриста.